18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. На этом месте вообще должен быть фонтан, или стелы, или склир, лавочки вокруг. И вновь в центре внимания строительство на Крымской. В борьбе с хаотичной застройкой города главу поддерживают общественники. В Анапе будут разыгрываться очень хорошие призы. Смартфон за селфи. В день выборов любой анапчанец может выиграть модный гаджет. Кошки-игрушки, кошки-подушки из различных стран мира. Мартовская катавасия. Анапский археологический музей на месяц оказался во власти усатых-полосатых. Художественную гимнастику обожаю. 22 медали в общую копилку. Анапские гимнастки завоевали путевку на соревнования краевого и всероссийского уровней. В муниципальном общественном совете выразили поддержку главе муниципалитета в борьбе с хаотичной застройкой города-курорта. Юрий Поляков заявил, что его позиция остается неизменной. Анапа должна оставаться курортным городом, в котором комфортно не только гостям, но и жителям. Приехал ночью, ночью и начал заливать фундаменты. Вот и весь сказ. Обычная анапская схема. Ночью приехать и налить. Речь о скандальной стройке на пересечении улиц Крымской и Астраханской, где собственник ведет строительство коммерческого объекта в разрез закону. Для борьбы с хаотичной застройкой в помощь администрации готовы подключиться общественники. Чтобы оказать помощь в этой сфере и анархии этого строительства, нужен общественный контроль. Мы готовы общественно взять на себя эту функцию. Идею создания общественного контроля в мэрии поддержали. В зале представители общественных организаций и ТОСов. Именно они подняли тревогу, когда в конце минувшего года возле остановки на центральной улице началось строительство торгового комплекса. Один участок земли здесь передали в собственность по решению суда в 2012 году, второй в 2015. В 2017 году суд разрешил реконструкцию объектов. Но при оформлении документа была допущена ошибка. Естественно, администрация в новом составе увидела допущенную ошибку, что решение было не на строительство, а на реконструкцию. И в январе, 23 января, постановлением администрация отменила то разрешение на строительство. В настоящий момент идут суды. Бизнесмен предпринимает все возможное, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Но в администрации намерены отстаивать позицию жителей. На этом месте вообще должен быть фонтан или стелы, или склер, лавочки вокруг. Но эта въездная группа в город, ее и так нету, как в деревню заезжаешь сюда. Понимаете? И никто не хочет слышать. Вот ему хочется вот так, или кому-то вот так, и все. Законодательство есть законодательство. Решение судов никто не отменит. Мы со своей стороны все инстанции, которые надо, будем опроходить. Но суд есть суд. По словам Юрия Полякова, две резонансные истории со строительством не первые, но явно не последние. Предстоит немало работы. Общественники главу муниципалитета поддержали. Я хочу передать мнение большого количества граждан, с которыми мне приходится общаться. Люди в вашей работе действительно видят настоящего хозяина. Пройдет некоторое время, и люди поймут, согласятся, и у вас будет еще больше единомышленников. Сейчас их много, но их будет больше. Сегодня необходимо сохранять места под детские сады и школы до момента, когда муниципалитету выделят деньги из вышестоящих бюджетов. Объектов коммерческого назначения в Анапе предостаточно, и в этой части гораздо перспективнее повышать уровень сервиса, чтобы брать не количеством, а качеством. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. За полгода в Анапе стало почти на тысячу избирателей больше. Сегодня их около 140 тысяч. В территориальной избирательной комиссии говорят о небывалой активности как жителей, так и гостей города-курорта, у которых появилась возможность проголосовать по месту нахождения. Участковые комиссии начали работать за месяц до дня голосования, а не за 10 дней, как раньше. Всего принято более 5000 заявлений от тех, кто пожелал проголосовать не по месту прописки. В этом случае гражданина вычеркивают из одного списка и вносят в другой, исключая возможность двойного голосования. Те, кто не успел, теперь могут обратиться только в комиссию по месту жительства. Он также сможет проголосовать не по месту прописки, но факт такого голосования будут фиксировать специальным документом с маркой строгой отчетности. Мы ожидаем очень большое количество людей на выборы, потому что такой социальной активности мы не видели никогда. Все создано для того, чтобы процесс голосования в день выборов был легитимным, прозрачным и законным. В Анапе всегда выборы проходили на хорошем организационном уровне. Высокая явка последние три избирательные кампании по выборам была очень высокая, поэтому думал, в этот раз анапчане придут и активно проголосуют. Особую избирательную активность собирается проявить молодежь. Ведь придя на свой избирательный участок, можно выиграть модный гаджет. Айфоны и айпады разыграют в рамках краевого конкурса «Голосовач». Анапские активисты вышли на улицы, чтобы проинформировать жителей об этой возможности. Листовки с информацией о конкурсе раздают на площадях и улицах города. Побороться за смартфон или планшет может любой желающий. Для этого необходимо 18 марта прийти на свой избирательный участок, сделать фото на фоне специального стенда и разместить его в социальных сетях. Выкладываете свою фотографию в Инстаграме или ВКонтакте с хэштегом «Голосовач23». Разыграться будет по большее количество лайков или в Инстаграме и ВКонтакте будут выбирать именно победителя среди разных городов, то есть именно Краснодарского края. В Анапе будут разыгрываться очень хорошие призы, то есть это компания «Эйпл». Шанс большой, достаточно. Так что приходите, голосуйте и участвуйте в конкурсе. На листовках подробные инструкции и условия конкурса с ними можно ознакомиться и на сайте «Голосовач23». Цель – повысить электоральную активность прежде всего молодого поколения. Однако интерес проявляют все без исключения. При этом многие отмечают, что самый беспроигрышный вариант – просто прийти на выборы. Пойдем, это же долг. Я не верю, конечно, что я что-то выиграю, но попытаюсь, по крайней мере. Еще одно народное голосование пройдет 18 марта на местном уровне. Анапчане выберут общественную территорию, на благоустройство которой направят федеральные средства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего участвуют 14 проектов – это парки, скверы, прогулочные зоны, спортивные и детские площадки. Одна из таких может появиться в микрорайоне Алексеевский. Детскую площадку под названием «Маленькая страна» планируют разместить на пустыре. По проекту здесь разместятся горки, качели, карусели, турники, а также скамейки и урны. Как говорят жители микрорайона, место очень подходящее. У нас микрорайон Алексеевский с каждым годом все больше и больше становится. И детей все больше и больше. А гулять детям негде. Поэтому нужен обязательно нам этот парк детский. И дети просят, и придумали это название «Маленькая страна». Проголосовать за свой проект жители микрорайона смогут уже в это воскресенье. Счетная комиссия расположится в Доме культуры Алексеевский, детской поликлинике, а также по адресу улица Таежная, 53. Репетиция ЕГЭ. Сегодня анапские школьники сдали пробный государственный экзамен по математике. 396 учащихся 11 классов сели за парты, чтобы испытать свои силы и подготовиться к предстоящему итоговому тесту. Экзамен сдается за закрытыми дверями. Все как при настоящем ЕГЭ. Такая генеральная репетиция сегодня прошла по всему краю. В течение почти 4 часов ребятам предстояло решить по 19 заданий. Пробный экзамен помогает школьникам подготовиться к настоящему, настроиться психологически и подтянуть свои знания. Ребята, которые сегодня пришли на экзамен, в беседе с ними мы понимаем, что кто-то волнуется, кто-то переживает, кто-то чувствует уверенность в своих силах. Мы надеемся, что экзамен пройдет успешно, что каждый участник сегодняшнего экзамена сможет понять, насколько серьезно проходит единый государственный экзамен, что каждый ребенок сможет оценить свои силы через несколько дней. Это приблизительно через 10 дней. Дети смогут узнать результаты сегодняшнего экзамена после того, как проверка материалов произойдет на региональном уровне, то есть в Краснодаре. И, конечно же, каждый увидит свои ошибки, будет время подготовиться к основному периоду. Кроме того, такая репетиция позволяет отработать саму процедуру проведения ЕГЭ и протестировать оборудование, задействованное в процессе. Как отметили в Управлении образования, в Анапе все готово к итоговой аттестации. Результаты пробного экзамена будут известны через 10 дней. Мартовские коты поселились в археологическом музее. Там расположилась выставка «Кошки, сошедшие на землю духи». В экспозиции собраны более 150 фигурок кошачьих со всего мира. Во время съемок к ним присоединились и их реальные прототипы. Наши корреспонденты запечатлели и тех, и других. В настоящее кошачье царство попадаешь, посетив выставку «Усатых полосатых». Здесь представлены кошки всех пород и мастей, выполненные в разных техниках. Керамические, глиняные, с росписью и без. Валеные игрушки, коты в форме часов и даже из кристаллов сфоровски. Знаменитый черный кот, вопреки суевериям, приносящий только удачу. И многие другие. Самый маленький экспонат не достигает и одного сантиметра. На этой выставке 151 экспонат, 151 кошка. Это кошки-сувениры, кошки-игрушки, кошки-подушки из различных стран мира. Из России, Германии, Доминиканы, Греции и так далее, Кубы. Кошки – это сошедшие на землю духи. Так сказал о пушистых спутниках человека писатель-фантаст Жюль Верн. Скульптуры, поделки и картины, посвященные этим четырехлапам, встречаются в культуре практически всех народов. А древние египтяне и вовсе считали их священными животными. Тут достаточно много интересного, я хочу сказать. Начиная, предположим, с этой полочки. Кошечки напоминают то, что было найдено в раскопках Египта. По всей видимости, как они такие знаменитые. Очень много состекла, который весело, конечно, мастера очень хорошо постарались. Если такие веселые, обратил внимание на кжель. Кошки считаются самыми популярными домашними животными. Они приносят удачу и оберегают жилища от злых духов. А с музеями их связывает особая дружба. Во многих музеях мира традиционно живут коты. Вы знаете, что в Эрмитаже они получают довольствие, эти коты. В свое время они спасли Эрмитаж даже от нашествия крыс, большое количество котов. В Британском музее коты получают, каждый из них по 50 евро получают эти коты. В музее Хемингуэя, они живут прямо в этом музее, спят на кровати самого Хемингуэя. Это специальные такие шестипалые коты, которые есть только в этом музее. В Анапском музее тоже обитают свои пушистые хранители. Рыжий, серый, черно-белый, есть даже свой кот-бегемот. Всего шесть символов удачи. Ведут себя вполне по-хозяйски. Разрешают смотреть, но руками не трогать. Прям как музейные экспонаты. Полюбоваться живыми или выставочными котами можно будет до конца марта. Однако в музее планируют выставку расширить и перенести в отдел краеведения в начале июня, чтобы на ней смогли побывать и гости курорта. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе прошел городской турнир по спортивной гимнастике. Лучшие спортсменки получат путевки на краевые и всероссийские соревнования. Всего за победу боролись полторы сотни гимнасток, в том числе и из соседних регионов. Молодые дарования из Краснодара, Воронежа, Темрюка и Крыма прибыли на курорт, чтобы принять участие в открытом чемпионате по художественной гимнастике. Всего за право стать победителем в течение двух дней боролись более 150 спортсменок. Чемпионат проводится традиционно, сколько уже существует гимнастика художественная в городе-курорте Анапы. Это с начала 90-х годов. Мы ежегодно формируем после чемпионатов и первенства города Анапы по художественной гимнастике, мы формируем сборную команду. То есть эти соревнования классификационные. Мы на этих соревнованиях будем отбирать детей для комплектования сборной города-курорта Анапы по художественной гимнастике. Возраст участниц от 7 до 15 лет. Соревнуется как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях. Анастасия Дениженко приехала из Симферополя. Художественной гимнастикой занимается более двух лет. К этим соревнованиям последние три месяца готовилась по 5-6 часов в день. Это опыт в первую очередь. Мы, конечно, очень рады, что нас пригласили. Это большая гордость выезжать на материк с нашими умениями, знаниями, что-то новое подчерпать, что-то показать. Ну, очень довольны. Хочется грация и, конечно же, всегда умение вести себя на сцене, на публике, не бояться, скажем так. И красивый вид спорта, самый красивый, грациозный и так далее. Художественную гимнастику обожаю. По итогам турнира анапские спортсменки завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. Уже в ближайшее время они представят Анапу на краевых и всероссийских соревнованиях. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Мы делаем спорт доступным.